Всем добрый день, меня зовут Феклистов Дмитрий, я врач-травматолог-ортопед Московской университет педиатрии имени Академика Вильтищева. И так получилось, что за свою профессиональную деятельность большую часть времени я работаю с пациентами с нервно-мышечными заболеваниями, в том числе со спинальной мышечной атрофией. Прежде чем мы с вами начнем говорить об ортопедическом сопровождении пациентов с ОСМА, я хочу сразу оговориться, поскольку здесь будет информация в том числе для специалистов, родители, пожалуйста, если вы какие-то моменты не очень понимаете, не обращайте просто на них внимания, ваш специалист, который вас наблюдает, вам подскажет, что с этим делать. Для специалистов я сейчас сознательно пропускаю тему с определениями и прочими общими положениями со СМА, потому что мы, я так думаю, за эти дни неоднократно все это повторялось, обговаривалось, проговаривалось и, соответственно, чтобы не дублировать чужую информацию, мы поговорим сразу о том, что же у нас происходит в организме при спинальной мышечной атрофии. Ну, если говорить простыми словами, то, что плохо иннервируется, со временем погибает. Для специалистов, соответственно, мышцы, которые плохо иннервируются, когда гибнет мотонейрон, они уходят в атрофию. Но организм наш не терпит пустых мест, поэтому внутри мышцы образуются соединительно-тканные волокна. Вот если вы посмотрите на микроскопию таких мышц, видите, насколько увеличивается количество вот этих белых пятен, которые, собственно, и являются соединительно-тканной перестройкой, замещающей мышечные волокна. Соединительная ткань практически не тянется, соответственно, мышца такая теряет свою эластичность, и помимо того, что атрофичные мышцы становятся меньше в объеме, она становится короче за счет вот этих вот соединительно-тканных волокон. И вот в свете всего этого мы как раз сейчас давайте обсудим, что же, какие осложнения происходят у пациентов со спинальной мышечной атрофией. Контрактура первая. Ну, одно из самых первых, с чем сталкиваются пациенты, то, что суставы те или иные разогнуть невозможно. Здесь на фотографиях представлена кисть пациента со СМА. Вы можете понять, что нормальное взаимодействие с окружающей средой такой кистью невозможно, даже в теории. Ну, или сильно ограничено. Почему они формируются? Мы с вами помним о том, что мышца перестраивается и пытается стать короче. Это дистрофические изменения в мышцах, которые у нас туда выводят тот или иной сустав в контрактуру. Длительное нахождение частей тела в одном положении, без движения. Те, кто сталкивался с травмами и иммобилизацией после травм, прекрасно помнят, что разработать сустав после того, как он был длительное время иммобилизирован, очень сложно. То же самое происходит у детей, если у них, конечно, все время находится в каком-то одном положении. Снижение объема движения и уменьшение подвижности еще больше провоцирует ситуацию. То есть, у нас и так сустав разгибается достаточно плохо, а здесь мы и не пытаемся его разогнуть сильнее за счет того, что мышца у нас слабее, за счет того, что двигаемся мы меньше. И если у нас в разных мышцах скорость изменений разная, то и, соответственно, контрактура у нас будет тоже провоцироваться за счет того, что какие-то мышцы становятся более короткими раньше, чем другие. Сколиоз трехплоскосная деформация позвоночника у человека. Практически у всех пациентов со СМА это осложнение возникает в той или иной степени. Какова будет его тяжесть? Очень сильно зависит от того, как он ведется на протяжении роста пациента, на протяжении его взросления и формирования его скелета. Что приводит у нас к формированию сколиоза? Это неспособность мышц подверживать симметричное хорошее положение, то есть те мышцы, которые у нас регулируют положение позвоночного столба, ослабевают, в них возникают все те же изменения, про которые мы говорили в самом начале, они возникают несимметрично и они нам выводят позвоночный столб в определенный вариант деформации. Плюс устойчивое положение позвоночного столба, то есть когда пациент у нас не может самостоятельно поддержать ровную, правильную, симметричную позу и укладывается прекрасно на один бок, как мы видели на предыдущем снимке. Мы еще немножко поговорим про это, когда будем обсуждать позу пациента, вот, снижение мышечного тонуса, возвращаемся к способности поддерживать позвоночник в правильном положении и несимметричные изменения в мышцах мы уже говорили. Деформация грудной клетки часто характерна для детей со спинальной мышечной атрофией, чаще проявляется при первом типе, ну в западной литературе она называется по типу зонтичные, в русскоязычной литературе все-таки чаще встречаются колоколообразные деформации грудной клетки. Деформация специфичная, нужно отдать должное, что в последнее время при применении лекарственной терапии спинальной мышечной атрофии такие деформации начали встречаться реже. Нестабильность изобедренных суставов возникает почти в 100% случаев у пациентов со СМА в вопрос степени ее выраженности, то есть это может быть от небольшой дислокации головочек бедренных костей, как на первом снимке, до вывихов и подвывихов, как на втором снимке. Из-за того, что пациенты у нас испытывают дефицит осевой нагрузки, то есть не стоят, из-за того, что вертлужные впадины недоразвиты, из-за того, что фиксирующей силы ягодичных мышц таким пациентам не хватает, мы получаем вот такие вот изменения в тазобедренных суставах. Почему это у нас критичным является? Дело в том, что лечение состоявшегося вывиха тазобедренного сустава на сегодняшний день может быть исключительно оперативным. Эффективность оперативного лечения у пациентов со спинальной мышечной атрофии до последнего времени, до появления терапии спинальной мышечной атрофии считалась неэффективной, то есть, как правило, наступал повторный вывих и подвих. Какие данные по оперативному лечению тазобедренных суставов у нас будут в дальнейшем, еще покажет, к сожалению, и не только время. Схема, которая всем давным-давно известна, какие пациенты, какие специалисты наблюдают пациента со СМА, какие работают с семьей со СМА. И в общем вот этом кругу вы видите ортопедов. Давайте посмотрим, что, каковы цели ортопедического сопровождения. На первом месте это профилактика возникновения осложнений. Почему профилактику я ставлю на первое место? Это потому, что исправление практически любых осложнений связано с оперативной деятельностью, связано с оперативными вмешательствами и, соответственно, проще предотвратить какие-то моменты, чем их исправить. Мониторинг изменений со стороны опорно-двигательной системы. То есть буквально, насколько у нас возникают осложнения, насколько быстро они развиваются и насколько эффективно то, что мы в данном конкретном случае с ребенком делаем. Назначение коррекции консервативного лечения – это в первую очередь ортезирование рекомендации по растяжкам, рекомендации по позиционированию. Если, допустим, у вас нет под рукой специалиста по физической реабилитации, физического терапевта, это определение, не пора ли нам уже обращаться к ортопедам, кто занимается оперативным лечением, ну и, соответственно, оперативное лечение как таковое. Что делает врач-травматолог ортопед на амбулаторном приеме? Сразу оговорюсь, что это желательный перечень, который должен быть. То есть, это не значит, что вы должны прийти к своему специалисту, который вас наблюдает, и сказать, нам нужно, чтобы вы нас посмотрели вот по этой схеме. Это скорее рекомендация для специалистов. Для специалистов могу пояснить, что зачастую бывает так, что ортопеда под рукой нет, и в таком случае это примерная схема, как вы должны осматривать и оценивать ситуацию физикальную у пациентов со спинальной мышечной атрофией. Значит, мы оцениваем позу пациента, мы оцениваем объем движений, мы оцениваем, в каком состоянии находятся технические средства реабилитации. Опять же, если у нас нет отдельного специалиста, мы оцениваем и корректируем программу физической реабилитации в зависимости от того, какие данные у нас получились, и корректируем рекомендации по техническим средствам. Значит, оценка положения пациента. Немножко проскочил. Значит, смотрим каждый сегмент в отдельности и все это вместе. Если пациент у нас ходит, мы смотрим походку. Если пациент у нас лежит, мы смотрим, в какой позе он лежит, в какое положение у него занимает спина, какое положение у него в этой позе занимают руки. Если пациент сидит, все то же самое. Плюс, как меняется поза сидя или лежа. Какое положение занимают нижние конечности в каждом из вариантов. Ну, здесь вот на примерах вы можете посмотреть, на что похожи патологические позы. Если вы посмотрите на первую картинку, станет понятно, что коленки такому ребеночку и тазобедренные суставы мы, скорее всего, со временем разогнуть не сможем, если он особо долго в этой позе будет у нас находиться. А на второй картиночке, если он у нас лежит на бок, вот таким вот хитрым способом, то, скорее всего, будет вопрос по тому, что у нас происходит в спине. Это к вопросу о патологических позах сидя. Особенно показательно первая картинка. Это очень часто, как у нас пациенты сидят в коляске. И положение спины, я думаю, что здесь тоже вполне себе говорящее. Гониометрия, углометрия, динамическая соматометрия, разные названия существуют. Это один из способов обследования, при помощи которого вы оцениваете объем движения в суставах. Он нам важен для понимания того, насколько быстро все прогрессирует. В общем и целом, хотя бы раз в 6 месяцев желательно ее проводить. Обязательно оценивать в динамике с предыдущими результатами, потому что это нам поможет понять, становится объем движения в суставах больше, либо он становится меньше. На основании этого можно думать о том, корректировать нам какие-то моменты в том лечении, которое мы назначаем пациенту, либо нет. Что из дополнительных методик обследования мы используем? В первую очередь, это рентгенография позвоночника. Если мы подозреваем, что формируется сколиоз, мы выполняем рентгенограмму в двух проекциях, прямую и боковую, прямую желательно выполнять и в максимальной вертикализации, то есть сидя у пациентов сидячих, стоя у пациентов ходячих и лежа, потому что они нам дают информацию о том, насколько этот сколиоз вообще исправим, насколько его возможно корректировать консервативными методиками. Если пациент использует корсет, то желательно дополнительная проекция в максимальной вертикализации уже в корсете. Рентгенографию тазобедренных суставов также делаем практически в обязательном порядке, особенно если мы знаем, что у пациентов какие-то клинические проявления есть, нестабильность тазобедренных суставов, а мы уже говорили, что они встречаются почти в 100% случаев. Мы обязательно оцениваем степень покрытия головки, оцениваем индекс реиммерса, смотрим, как он меняется в динамике. Если это необходимо, если есть признаки подвывиха, мы посмотрим, насколько они центрируются в проекции по Лауинштейну, то есть насколько их возможно устранить. КТ и МРТ, они выполняются как уже дополнительные методики для того, чтобы получить информацию о том, уточнить информацию о том, что у нас получено по данным рентгенографии и физикального обследования. Теперь мы поговорим с учетом клинических рекомендаций, каких пациентов мы ведем, особенности их ведения. Начнем с пациентов, которые у нас сами не сидят. Это лежачие пациенты. Смотрим мы их не реже, чем каждые 6 месяцев, чаще, если мы подозреваем какие-то осложнения, которые нам нужно промониторировать в более коротком промежутке. Обязательно правильное позиционирование при помощи валиков и других дополнительных средств позиционирования. Это вы еще поговорите со специалистом по физической реабилитации про это. Если мы такого пациента сажаем, то обязательно проверить правильность позиционирования пациента в опоре для сидения. Растяжки 3-5 раз в неделю. Это тоже уже обсуждалось. И носим ортезы, в первую очередь голеностопные суставы и кисти, от 60 минут хотя бы 5 раз в неделю. Опять же, это минимум. Желательно, конечно, это количество времени увеличивать. Пациенты, кто у нас может сидеть, соответственно, тоже смотрим не реже, чем раз в полгода. 5-7 раз в неделю растяжка. Обязательно оцениваем траекторию движения в суставе, чтобы у нас не получалось вывихов, под вывихов, чтобы мы не тянули какие-то связки, которые мы тянуть не должны. Ортезы тоже, в первую очередь, голеностопные суставы и кисти. По возможности добавляются ортезы для коленных суставов и для позвоночника, то есть корсеты, если у нас есть проявление сколиоза. Позиционирование в коляске и в опоре для сидения за счет боковых упоров. Вертикализация в опоре для стояния у таких пациентов у нас возникает или в ортопедических аппаратах, что реже используется и менее желательно, поскольку сложно их достаточно будет настроить под пациента, хотя сильные пациенты могут их использовать. Тоже от 3-5 раз в неделю и до 60 минут. Ортезы на всю ногу и аппараты на нижней конечности и туловище для вертикализации возможно использовать, но здесь скорее будут в приоритете ортезы на всю ногу, потому что из-за нестабильности тазобедренных суставов нам все-таки нужно будет как-то получать положение разведения. Значит, пациенты сидячие, наиболее сильные, которые могут, допустим, сами стоять у опоры, могут использовать аппарат на нижней конечности и туловище с системой РГО для обеспечения ходьбы, но там возникают сложности, поскольку устройство обладает достаточно большим весом и не все пациенты с этим могут справиться. Здесь очень опционально стоит обсуждать это под каждого пациента индивидуально. Положение отведения бедер в опоре для стояния здесь обязательно должно присутствовать, особенно если мы какие-то нарушения по тазобедренным суставам отслеживаем у пациента. такого аппарата на тазобедренный сустав теоретически возможно использовать, но в основном в тех конструкциях, которые у нас на сегодняшний день существуют, желательно их использовать под положение сидя и в положении отведения. Они снижают мобильность пациентов, поэтому они не являются в данной ситуации приоритетными. По спине. Значит, про рентгенограммы мы проговорили, да, то, что это две проекции, обязательно в положении максимальной вертикализации и лёжа. Если угол деформации у нас 20 градусов и больше, то, соответственно, рентгенограммы мы выполняем каждые 6 месяцев. При таком угле деформации, соответственно, у нас возникают грудопоясничные корсеты, специфичные достаточно конструкции. И если мы не можем добиться правильного положения позвоночника у пациентов за счёт собственных средств коляски, опоры для сидения, опоры для стояния, то эти корсеты используются для позиционирования таких пациентов в колясках и в опорах для стояния сидения. Вот по креслам в рекомендациях все сидячие пациенты должны быть обеспечены электроколясками. Здесь есть небольшой нонсенс. Если пациент достаточно сильный, чтобы справляться с коляской активного типа, с облегчённой рамой, с дополнительной системой электродвигации или просто с облегчённым колёсным ходом, это является приоритетным выбором у пациентов со спинальной мышечной атрофией, которые сидят. Электроколяски у нас возникают только в том случае, если пациент сам себя с места подвинуть в активной коляске не может. Вы немножко поподробнее с этим поговорите с Екатериной Воробьёвой чуть попозже. Для более слабых пациентов, соответственно, нужна максимальная модульность коляски, максимальные её настройки для переведения в горизонтальное положение и в некоторых случаях с системой вертикального подъёма. У пациентов, которые ходят, также мы их смотрим не реже, чем раз в полгода, хотя бы два-три раза в неделю должна быть растяжка. И в тех случаях, если мы наблюдаем снижение объёма в голеностопных суставах, возникают ортезы на голеностопный сустав и ортезы на всю ногу, ну здесь реже всё-таки используется, если только пациент не ходит более устойчиво. То же самое касается грудопоясничных корсетов, то есть только в тех случаях, когда у нас деформация позвоночника нарастает больше, чем 20 градусов. В тех случаях, когда мы понимаем, что консервативное лечение нам не приносит должного эффекта, возникает вопрос об оперативном лечении. Когда? Значит, оперативное лечение мы делаем, если возникающая деформация угрожает нарушением жизненно важных функций. Буквально, деформируется позвоночник, деформирует за собой грудную клетку, мешает дышать. Если это происходит, и если мы не исправим положение позвоночника, это у нас угрожает жизни пациента. Соответственно, в таких ситуациях наступает время для оперативной коррекции. Если возникшая деформация даёт болевой синдром, болевой синдром нужно купировать в том числе и оперативными средствами. Либо, если деформация, это уже более такой опциональный момент, если деформация создаёт положение тела, которое нам мешает удобно и безопасно позиционировать, вертикализировать, перемещать пациента или резко его ограничивать в функциях. Здесь приходится оценивать операционные риски, здесь приходится оценивать, насколько выгода от операции у нас будет больше, чем вред от самого факта её проведения. На что обращать внимание до проведения оперативного вмешательства, это скорее информация для специалистов. На первом месте это, конечно, детальное предоперационное обследование, контроль функции внешнего дыхания, респираторная поддержка, обследование на остеопороз и обеспеченность соответствующими средствами техническими для реабилитации, потому что если у нас их не будет, то весь эффект от операции без них сойдёт у нас со временем на нет. Что может быть? При контрактурах у нас чаще всего выполняются тенотомии, разные варианты, это уже обсуждается каждый раз под каждого пациента индивидуально, и у нас выполняется задняя стабилизация позвоночника. Опять же, каждый раз приходится индивидуально обсуждать, возможно, провести это или нет под каждого пациента. Выбор методики материалов под каждого пациента. Это уже со специалистами-вертопрологами каждый раз мы обсуждаем. Вот, на этой моменте я заканчиваю. К нам присоединяется Григорий Болеславович Вольский, врач-травматолог-ортопед отделения ортезирования и протезирования Тюменского реабилитационного центра. Григорий Болеславович, Вам слово. Спасибо. КОНЕЦ Продолжение следует...